Сегодня в городе Надбуком писали диктант на немецком. Проверка знаний состоялась в рамках инициативы недели немецкого языка и культуры. В её программе не один десяток мероприятий разного формата и направленности, объединяющие звено язык, на котором в своё время разговаривали Шиллер и Гёте. Одновременно с Брестом такие диктанты прошли в Барановичах, Гомеле, Гродно, Молодечно, Минске, Пинске и Полоцке. Мы как-то узнали, что здесь пишут тотальный диктант, и в России пишут, и здесь пишут. И поэтому мы решили написать такой диктант и на немецком, и это как раз сегодня будет. Писать под диктовку быстро и грамотно порой не просто и на родном языке. Тем более усложняется задача, когда речь идёт о тексте иностранном. Однако участники мероприятия уверены, они справятся. Не зря ведь столько дней, месяцев и даже лет было потрачено на изучение немецкого языка, постижение грамматики и пополнение словарного запаса. Я учу немецкий язык со второго класса школы, и меня на него сознательно отдали родители, то есть я его не выбирала, потому что когда-то давно моя мама сказала, английский ты и так выучишь, а немецкий тебе будет интереснее и сложнее потом учить самостоятельно. В принципе, она была права, то есть я учу немецкий более 10 лет, со второго класса сейчас я на третьем курсе, и английский я тоже владею, то есть после немецкого языка изучать английский гораздо легче, и вообще все германские языки этой группы. В принципе, немецкий у меня по жизни везде, как-то он меня преследует эти более 10 лет, и в принципе я довольна этим, то есть мне это нравится. К слову, диктант – только одно из нововведений «Недель немецкого языка и культуры» образца 2017 года. Помимо традиционных встреч, тестирования, мастер-классов, авторских чтений, докладов, презентаций и фестивалей, короткометражек пройдет и несколько музыкальных вечеров. К слову, именно на музыкальной ноте организаторы планируют в конце октября завершить свою программу. 27-го будет концерт «Закрытие филармонии», и там мы пригласили профессора Аловникова и солиста президентского оркестра Кармазина. И я думаю, тоже будет великолепный концерт. Все только композиторы немецкие – Бах, Петхуф, Мшуман, Хайден, ну и так далее. Подробную информацию и список запланированных мероприятий можно найти на сайте 7-й Брестской школы. Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луковкин, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луковкин, телекомпания «Бук-ТВ». Анастасия Стропко, Григорий Пекарский, Антон Луковкин, телекомпания «Бук-ТВ», «Бук-ТВ». Продолжение следует...